Добрый день! Курортные города Бердянск, Приморск, Кирилловка, Геническ и много других расположены на берегу Азовского моря. Каждый город имеет свою какую-то специфическую особенность. Мы в городе Приморске посмотрим, в чем же особенность этого замечательного курортного городочка. А особенность его в том, что он расположен не на самом берегу моря, а на определенном расстоянии. Примерно 2 километра от крайних точек торговых, магазинчиков, мини-маркетов, рыночка до моря. Нужно пройти вот такое расстояние, около 2 километров, для того, чтобы попасть на берег моря. Не от центра города, а вот таких вот ближайших мест торговых, которые к морю будут на таком расстоянии, около 2 километров. Мини-маркеты небольшие, такой вот магазинчики продуктовые, рыночек, и овощной рыночек, и рыбный рыночек здесь находятся. Вот с правой стороны мы видим такое торговое ряды, торговое место. И вот мы поднимаемся вот это расстояние, которое я говорю, на небольшой подъемчик, и вот уже видно море. Мы будем пересекать улицу курортную, на которой расположены базы отдыха. И каждая база имеет какое-то тоже расстояние такое до моря, которое, ну обычно не скрывается, базы отдыха говорят, какое расстояние до миллиметра, до шага. Оно все просчитано и показано. У кого мостик есть, кому через лиман проходить, а у кого, в какой базе, на расположение на самом-самом берегу. Точно так же и домики, гостевые домики, домики на берегу моря, имеют расстояние до моря. Рядом, дальше, ближе, будем смотреть, посмотрим. И посмотрим, какие же цены будут на 2021 год, сезон. Поменялись ли они, значительно поменялись или нет. Но вот сказать, в общем, можно, что цены не очень поменялись с прошлым годом. Цены остались примерно те же, где-то чуть-чуть меньше, где-то чуть-чуть дороже, потому что и аренда поднялась, и какие-то другие условия, электричество, и водоснабжение. Все это имеет значение. Давайте будем смотреть ближе, рассматривать вот эти особенности, что, как, и почему, и почем. Все же расположение домика, гостиницы, базы отдыха имеет значение. Если на самом-самом берегу, конечно, цена одна, чуть дальше другая. Но не всегда так. Брать по прошлому году цены, то в этом году незначительно поменялись. Вот частный сектор будет где-то 100-250 гривен, ну, условно говоря, койко-место. Смотря на то, как удобство. Если удобство на этаже будет немножко дороже, 250-500 гривен. Но если в номере, комфортно там, то может попросить и 300-700 гривен. Домик, который находится на берегу, конечно же, удобно подъехать. Удобный подъезд. Это район старого пляжа. Смотрите, такая вот история, такое расположение. Нужно иметь в виду то, что людей здесь будет, конечно, очень много. Будут и палатки стоять, и народ будет подъезжать, и на автобусах будет такое место оживленное. Кому-то это нравится, кому-то может и не нравится. Кто-то хочет подальше, такое более уединенное место. Поэтому нужно будет выбирать. Ну и цена. Мы поговорим дальше о ценах конкретнее, посмотрим. Территория пляжей. Вот в городе Приморске, ну, такая приличная, большие пляжи. Они оборудованы волнорезами. Поэтому разгуляться есть, где, в принципе, остановиться. Можно вот волнорезы, рыбалочка с волнорезов, может быть, осуществляться. Когда людей много, конечно, здесь не до рыбалки. Прыгают дети, резвятся. Ну, понимаете, что такое курорт. Вот водичка чистая, нормально везде. Все вот как сказать, что если не будут медузы, то этот год, этот сезон должен быть более таким удачным, комфортным. Я еще раз говорю о том, что само расположение объекта очень важно. Потому что на таких пляжах не всегда там комфортные туалетики. Поэтому важно и замечательно, если у вас будет свой собственный санитарный такой уголочек. Уголочек свой душ, свой туалетик рядом с морем. Не надо будет пользоваться теми общественными туалетами, общественными местами. Конечно, это будет нам немножко накладывать такой вот, может быть, дороже будет такая вот будет ситуация. Но все равно это важно, немаловажно. Согласитесь, что удобно и комфортно. Я говорю о том, что бывают домики. Смотрите, вот если рядом, рядом там и кондиционерчик, и солнечная батарея. Атономное будет водоснабжение, горячая вода круглые сутки. Также можно еще подобрать такой домик, такой объект, чтобы он находился рядом с какой-нибудь большой базой стационарной, на территории которой есть столовая, ресторанчик, кафе, какая-то анимация для детей, мероприятия. И вот туда можно пройти и быть в центре такой курортной жизни, находясь отдельно в небольшом таком своем уютном гнездышке, и участвовать в таких вот мероприятиях баз отдыха, которые вот развиты, в которых предусмотрены все вот эти развлечения и такие мероприятия для отдыха. Базы отдыха, которые находятся на самом-самом берегу, вот не всегда дорого, нужно просто выбирать и знать, позвонить, узнать, какое расстояние, какой, какая на базе отдыха имеется, имеется наличие перечень тех условий, которые вам подходят. Сразу нужно задать вопрос, расстояние до моря какое, есть ли бассейн, входит ли в стоимость бассейн, питание, входит ли питание в стоимость номера, какая вот территория. Эти вопросы важные, потому что их нужно всегда-всегда учитывать, чтобы не было сюрприза. Я вот дальше постараюсь, конечно, показать несколько басс таких приморских знаковых и полностью рассказать их спецификацию, специфику. Посмотрим, как выглядит номер, что такое стандарт, полулюкс, люкс-студия, апартаменты. Поговорим конкретнее. Базы отдыха, расположение их, важный такой вот, важный факт, о котором мы говорим. Чтобы было кафе, чтобы было какие-то удобства, кроме проживания, питания, купания. Тоже важно, чтобы не было скучно, чтобы отдых был, заставлял истинное удовольствие и был приятен и полезен. Сказать точно, конкретно и однозначно, во что обойдется отдых, практически невозможно. Нужно знать название объекта, какие услуги он оказывает. Звонить нужно непосредственно администратору, без посредников желательно, и узнавать все на этот момент, на тот момент, который вам нужно. Имейте в виду, что это нужно сделать, если до 18 июня за три дня бронировать, после 18 июня начинается такой горячий сезон, там уже шесть дней. За шесть дней нужно постараться успеть забронировать себе место. Вот если взять по Приморску на сегодняшний день, снятие домика обойдется где-то 600-800 гривен. Ну, квартира тоже так, где-то около 800 гривен от моря будет километра два. Если на базе отдыха, хороший вариант, вот такой вот, без питания, будет примерно, вот стандартный номер, ну вот, 450 двухместный гривен, трехместный будет где-то 500 гривен, ну, пятиместный 800, немножко там больше будет, это без питания. Ну, а самый-самый комфортный, доступный такой вот вариант отдыха, который можно заказать именно на сегодняшний день, это вот стандартный номер будет 1000-1010 гривен, полулюкс 1300 и люкс 1400 гривен. Что же войдет в стоимость? Вот это будет двухместный номер. Ну, а проплата, вот, 1000-10, 1300-1400, в зависимости от номера, это с человека, войдет сюда трехразовое полноценное питание, шведская линия, понимаете, что такое шведская линия, вам подадут кушать столько-столько вы съедите, и то, что вам понравится. Значит, что еще? Бассейн, крытый бассейн, водичка с подогревом, 26-27 градусов, теннисный корт, всевозможные тренажеры, бесплатно совершенно, ну, конечно, парковка, само собой, шезлонг на море, на пляже, ну, и много таких мелочей там других, которые учесть невозможно. И также всевозможные платные там дополнительные услуги от сауны и заканчивая всякими спа-процедурами. Вот такой на сегодняшний день можно сделать себе, заказать отдых. Ну, вот я сделал так немножечко, так вот, спонтанно прошелся, если будет кому-то интересно конкретно, конечно, мы с вами поговорим, можете меня спросить, я вам скину номера телефонов и конкретно стоимость любого, какой вам понравится отдых, какая база. Вот, всего доброго, до свидания, канал Автотакт. Спасибо. Спасибо.